Сегодня в столице республики после реконструкции открылся детский сад на 350 мест. Его очень ждали в микрорайоне по улице Лебедева. Здесь живет немало молодых семей. Открытие садика решило целый ряд социальных проблем. Воспитатели, которые в этом детском саду работают уже не первый год, говорят, после проведенного ремонта здания не узнать. Новая мебель, полы, окна заменены, ветхие коммуникации. Работы начались в сентябре прошлого года. На реконструкцию затрачено более 30 миллионов рублей. За ходом строительства по поручению главы республики был особый контроль. Все было сделано в срок. Теперь внутри тепло, уютно и просторно. Вы убеждаетесь в том, что все поставленные задачи президентом Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в республике у нас выполняются эффективно и есть соответствующие результаты. Я недавно говорил об этом в своем послании. Только в городе Чебоксары за последние три года мы создали дополнительно 10 тысяч мест для наших дорогих детей. Эта мечта была родителей и эта мечта претворяется в реальные наши дела. И будем создавать такие благоприятные условия, чтобы наши дети могли развиваться всесторонне. От этого социальное самочувствие и родителей, и воспитателей детских садов, конечно, только улучшается. Реконструкция детскому садику и действительно была необходима. Раньше его могли посещать только 160 ребят, и многим родителям приходилось возить своих чад в другой конец города. После капитального ремонта садик одновременно может принять сразу 350 детей от полутора и до семи лет. Садик мне вообще очень нравился. Я сомневалась, думаю, отдавать, не отдавать ребенка, потому что нам только год и четыре. Мне позвонили, и я очень удивилась. Сюда пришла, и вообще мне очень понравилось. Вообще такой светлый садик. Очень вообще такой отремонтированный, все новое. И с таким теплом. И любовью встречает маленьких детишек. Сомнений не осталось. Идем. Хотела бы поблагодарить вообще всех, кто принял участие в этом проекте. Михаилу Игнатьеву, который уделяет внимание строительству детских садов и ликвидации очередей в детских садах. И вообще спасибо за такой красивый и чудесный садик. Будем ходить с удовольствием. Для наших воспитанников созданы все условия для их воспитания и развития. Много игрушек, оборудования, пособий. Все для того, чтобы детки выросли умненькими. Глава Чувашской республики Игнатьев Михаил Васильевич ставит одну из приоритетных задач строительства и реконструкции детских садов. Что это значит? Это значит, что примерно через 10-15 лет выходцы из современных детских садов будут достойные граждане нашей республики и нашей страны. В ходе ремонта строители использовали современные технологии, отвечающие всем стандартам экологии и безопасности. Открылись кабинеты логопеда и психолога. Пищеблок, музыкальные и физкультурные залы оборудованы с иголочки. В одном из залов небольшой городок с автомобилями, дорожной разметкой и светофорами. Здесь детей обучают правилам безопасности поведения на дорогах. Какой свет можно вам ехать? На зеленый. На зеленый? А на машинку нельзя. На куда? Вот такой. Какой свет горит? Красный дверь? Желтый приготовится. Приготовились машинки. Поехали. А пешеходы стоят. Что можно? А в этом кабинете оборудовали интерактивный комплекс. Сегодня для ребят устроили необычный мастер-класс. Они учились создавать картины на песке. Будем рисовать. Давай, пеститочка, пальчиком. Давай вместе с тобой. Вот какой пальчик. Пальчик такой. Вот, цвет изменился. Все, теперь уже видно. В каждом коллективе есть талантливые педагоги, которые работают по инновационным образовательным технологиям. В прошлом году два городских садика вошли в список 100 лучших по стране. Очереди в детские сады в республике сокращаются стремительно. По этим показателям Чувашия занимает четвертое место в стране. Только в прошлом году в республике было открыто 15 садиков. Программа будет продолжена и дальше. Но счастливым новоселам предложили подумать над названием вновь открытого детского сада. Один из вариантов уже есть. Умка. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика. Тепло. Только... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...